Дорогие студенты, приветствую нашу любимую министра образования Ольгу Юрьевну Васильевну. Спасибо, что она приехала к нам на праздник. Ура! Ольга Юрьевна спасла нам наше направление, востоковедение африканистику. Так, вот настоящий наш любимый. Давайте, значит, если действительно я, во-первых, прежде всего хочу поздравить ваше руководство института, потому что таких преданных людей ориентаристы востоковедения, наверное, будет сказать. Второе, я хочу поздравить вас, отчасти позавидовать, что у вас все впереди. Когда-то, когда-то выбирая свой путь как историка, я тоже думала о том, чтобы стать востоковедом, но и случилось. Я думала в личной стойке, и пересколько об этом ножалею. Поэтому я хочу сказать, что вы ужасно сейчас счастливы, что обучаетесь в Московской университете, обучаетесь в одном из лучших вузах мира, в ПИСА. Я хочу вас поздравить, вам с юбилей, чтобы сегодня все было здорово. Чтобы вы искренне радовались, радовались своих педагогов, потому что все было здорово. Ура! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном дню рождения Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. На сцену приглашается директор ИСАМГУ профессор Аболгазиев Игорь Ишиналевич. Уважаемая Ольга Юрьевна, уважаемый Виктор Антонович, уважаемые гости, дорогие друзья, коллеги, люди Московского университета, как говорит наш ректор. Я рад вас приветствовать на нашем дне рождения. Сегодня у нас действительно очень большие гости. Прежде всего я хочу поприветствовать министра образования Российской Федерации Ольгу Юрьевну Васильеву. И хочу попросить нашего любимого ректора Виктора Антоновича Садовничева открыть наш праздник. Дорогие люди Московского университета, уважаемая Ольга Юрьевна, высокие гости, иностранные гости, приехавшие на этот день рождения, на этот праздник. Вы знаете, вот есть в университете частицы или объединения, или факультеты, или кафедры, которым любой университет гордится. Вот таким объединением, такой в начале кафедры, а сейчас институтом, факультетом является Институт страны Азии и Африки. Это получилось чудесно, что в день создания Московского университета в 1755 году, 25 января, императрица Елизавета указала, что в университете должно идти изучение и восточных языков, и еврит, чтобы Библию читать, и турецко-татарский. Потому что в то время это был важный язык общения, и не только общения, экономики и военных отношений. И так с тех пор по-разному все менялась, судьба нам ужал, становился, приобретал славу ваш факультет. Наверное, сегодня будет сказано, а может сегодня уже и не надо, в прошлом году мы говорили на вашем юбилее во всей истории. Но тем не менее, я думаю, будут воспоминания. У меня свои воспоминания, просто я хочу вспомнить тех директоров, которых я лично знал. Это, наверное, лет 40 в вашей истории. Я помнил Александра Александровича Ковалева, это, по-моему, был второй директор после создания. Первого я не помню, к сожалению, не видел. Затем Ахрамович, выдающийся человек, очень много сделавших для становления. Здесь много присутствует молодых ребят, людей. И, наверное, вы в то время, ну, может быть, не так хорошо ощущаете. Это было время становления могущества нашей страны. Наша страна завоевывала влияние на Восток, Южную Америку. Она распространяла свое влияние просто невиданными темпами. И нужны были люди, нужны были люди, знающие язык, нужны были дипломаты, нужны были работники Министерства иностранных дел. И ваш институт был центральным. Это вот было то время. Потом пришел Меликсетов. Это уже я имел отношение к его назначению. Я уже был проректором Московского университета. Он очень много сделал спокойный, интеллигентный. Он пришел из МГИМО к нам. И надо сказать, что это была эпоха вот как бы тоже дальнейшего роста взлета вашего института. Михаил Сергеевич Мэйр, вот он присутствует здесь. Ну, это все. Михаил Сергеевич, мы шли вместе. И ваше назначение, и ваша просьба стать президентом. То есть вы повысили свой статус. Вот. И все было действительно во благо института. И Игорь Александрович Абулгазиев, который пришел. Просто я вспомнил этих людей, имена, потому что мы должны уважать тех, кто делал. Кто делал могущество становления вашего замечательного факультета института. Ну, еще одну страницу я вспомню, может быть, оно как раз по времени кстати. Мы вот праздновали 9 числа День Победы, а выпускники вашего института ковали победу и в других условиях, и не только в той войне. Я помню, как ваши ребята, только что окончившие факультет, знающие язык, ехали в горячие точки, защищали нашу родину, и, к сожалению, многие погибли. И это тоже страница жизни вашего института, вашего факультета. Она героическая, ее надо помнить. И о каждом из ваших студентов, вот таких же, как вы, ровесников, которые, защищая родину, погибли, надо помнить, рассказывать и вспоминать. Это страница, которая присуща именно вашему факультету. Вы всегда были вот на таких горячих направлениях. Ну и сегодня все в порядке. Вы крепнете, мужаете, растете. И примером тому является сегодня вот только что два подписания крупных соглашений, которые состоялись здесь, вот в зале ректора, в этом здании. Мы подписали соглашение с ректором Саудовской Аравии, Эль Рияда, крупная делегация была, посол был. Мы подписали соглашение о сотрудничестве, в основном изучение арабского языка и сотрудничество в области науки. И только что в присутствии Ольги Юрьевны мы подписали соглашение между Союзом ректоров России и Ассоциацией арабских университетов. Там 300 университетов объединены в эту ассоциацию и договорились о сотрудничестве. И тоже в основе лежит и язык, и культура, и, конечно, наука. Ну и счастье, что действительно это для нас большая честь, Ольга Юрьевна, что вы пришли на этот праздник факультета. Я хочу сказать присутствию Ольги Юрьевны, что с приходом ее в министерство вот очень многое стало импонировать мне лично в душе, потому что мы стали больше заботиться о преподавателе, о студенте, о наших традициях, о главном – качественно учить. И Ольга Юрьевна это подчеркнула и проводит такую линию. И за это вам спасибо, Ольга Юрьевна. Ольга Юрьевна, можно без ведущего вас попросить выступить? Спасибо, уважаемый Виктор Антонович, уважаемый Виктор Антонович, уважаемый Газаревич, уважаемый господин президент, уважаемые преподаватели и, самое главное, уважаемые студенты. Я очень люблю востоковедение, я честно могу сказать, потому что я считаю, что это та область знания и ее практическое применение, без которой наша страна не стала бы, наверное, той страной, которой она есть сегодня. Я напомню еще при Алексею Михайловичу и при Петре I, какое огромное влияние уделялось как раз восточному направлению. Тогда ориенталистика имела практическое, зимопатическое, внешнеполитическое значение. Чуть позже она стала основой той знаменитой российской школы востоковедения. И вы знаете, что наша школа по праву сразу вошла, ворвалась буквально в европейский круг. И не было, наверное, сильнее школы, чем российская и немецкая. И какие мощные исследования проходили на протяжении почти полутора столетий. Виктор Антонович сказал о том, что выпускники, молодые ребята, это для меня еще очень важно, потому что одного из ваших студентов, который служил советником в Афганистане, я знала лично, это был мой ровесник, и мы дружили. Вообще у нас в 70-е, начале 50-х годов межвузовское общение было очень тесное. И здесь еще одна очень важная роль вашего института, потому что вместе с тогдашним институтом военных перевозчиков ребята несли очень тяжелую службу не только в Афганистане, но и в Сирии, в Анголе, в Египте. И вот сейчас настало то время, когда, наверное, мы очень скоро увидим, они уже седые, умудренные опытом, медалями, орденами. Может быть, вы увидите новый стенд и посмотрите тех выпускников, которые заканчивали этот вуз 40-35 лет назад. Это еще одна удивительная история. Но я о другом. Я хочу, чтобы вы прежде всего несли очень высокое знамя. Я не боюсь ископарных слов, потому что у нас великая наука востоковедения. Мы оставили миру очень много. И очень хочется, очень хочется, чтобы вы здесь сидящие это дело продолжили, и чтобы о российской школе востоковедения говорили всегда только в превосходной степени. И, уважаемые преподаватели, уважаемые коллеги, понятно, что я хочу как угодно вас благодарить в этот праздник, но самое простое, что министерство может сделать, это благодарность министерству образования всему педагогическому коллективу в день рождения, на 61-ю годовщину вашей существования. Я вас поздравляю и очень надеюсь, что сегодня будет очень хороший праздник. Еще раз в днем рождения. Спасибо. Ольга Юрьевна, я прошу вас на секунду задержаться. Уважаемые друзья, вы, наверное, знаете, какой большой труд мы провели, большую работу во главе с Виктором Антоновичем по тому, чтобы наша наука, наше востоковедение осталось самостоятельной наукой, самостоятельной научной специальностью. И благодаря мужеству и, я бы сказал, разумности и таланту Ольги Юрьевны наша специальность выделена в отдельную укрупненную группу научной специальности в специальности в востоковедении Африканистик, как она и была. И на первом заседании учебно-методического комплекса мы подписали все ведущие востоковедные вузы страны, мы подписали вам благодарность, Ольга Юрьевна, от всей души. Выражаем глубокую признательность за поддержку общих усилий всего востоковедного сообщества России по сохранению востоковедения и африканистики в качестве самостоятельной научной области. В эпоху, когда страны Востока занимают все более важное место на мировой арене, крайне важно именно для нашей страны, с учетом всех соответствующих факторов геополитики, особенности этноконфессионального состава населения России, не потерять, а наоборот усилить российское востоковедение. Предпринятые вами шаги по выделению направления подготовки востоковедения и африканистики отдельной строкой в переречье укрупненных групп специальностей и направлений подготовки Министерства образования и науки российской физиориации, безусловно, будет способствовать существенному наращиванию масштаба востоковедных исследований и подготовке высококвалифицированных кадров в этой области. С уважением, все востоковедное общество нашей страны. Все востоковедное сообщество вместе с нами отмечает наш день рождения. И сегодня у нас очень большой праздник. К нам пришла наша министр образования и науки Ольга Юрьевна Васильева. Открыл наш праздник Виктор Анатольевич Садовнич, а это, наверное, кое-что дозначит. И сегодня я хочу, и сейчас хочу огласить приветствие, которое прислал к нам председатель попечительского совета нашего института, помощник президента Российской Федерации, пресс-секретарь президента Дмитрий Сергеевич Песков. Дорогие преподаватели и студенты, учащиеся из САМГУ, сердечно поздравляю вас с днем рождения, Альма-Матер. Желаю успехов и удачи. Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков Дмитрий Сергеевич. Большую теплую телеграмму прислал первый заместитель правительства Российской Федерации Игорь Иванович Шувалов. Уважаемый Игорь Шаналевич, уважаемые преподаватели, сотрудники и выпускники института стран Азии и Африки, МГУ, сердечно поздравляю вас с годовщиной образования института. За плечами института долгая жизнь, неразрывно связанная с судьбой нашей страны, объединившая лучших профессионалов-востоковедов. Институт было остается крупнейшим центром востоковедной науки, авторитетной площадкой для международных дискуссий. Ваши выпускники, подготовленные высокопрофессиональным профессорско-преподавательским составом, составляют основной массив специалистов-востоковедов-африканистов, достойно представляющих нашу страну на международной арене. Реализуют фундаментальные знания, полученные в стенах института, приведение политических диалогов и дискуссий. На сегодняшний день очень важно развивать и укреплять в современном образовании востоковедное направление. Политическая ситуация не позволяет нам расслабляться. В стране нужны высокопрофессиональные специалисты, готовые применять свои знания в самых горячих точках мира. От всей души желаю коллективу института новый успех в научной и учебной работе, реализации всех намеченных планов, проектов, творческих идей и научных достижений, дальнейшей активной и плодотворной деятельности на благо России. С уважением, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, Игорь Шувалов. И, как раньше говорят, наказ правительства будет выполнен. И от нашего дорогого коллеги Восточного факультета Санкт-Петербургского университета нас поздравляет Михаил Борисович Петровский. Сердечно поздравляю, дорогие коллеги и друзья, сердечно поздравляю вас 61-й годовщиной со дня создания Института страны Азии Африки. Желаю дальнейших успехов в деле подготовки молодых кадров востоковедов и развития нашей науки. Очень важно, что в этом году востоковедение получило поддержку правительства и президента Российской Федерации. Просим передать особую благодарность министру образования и науки Ольге Юрьевне Васильевой от имени Восточного факультета СПВГО, что мы успешно сделали. Классическая школа отечественного востоковедения пользуется заслуженным признанием авторитета в мире, а ее сохранение и успешное развитие будет содействовать процветанию нашей многонациональной и многоконфессиональной державы взаимопонимания между народами и Востока. Искренне ваш Михаил Петровский. Спасибо. Здесь музыка звучит уже века Творение прекрасно Казакова Тем, кто однажды приходил сюда Всем хочется сюда вернуться снова Напротив башни Красного Кремля Тверская рядом здание манежа Здесь скрытся былые времена Ямщик Татьянин день и двор заснежен С днем рождения, родной институт Долгих лет тебе новых свершений Пусть за нами другие придут Иса, это связь поколений Пусть за нами другие придут Иса, это связь поколений Мы через годы жизни пронесем Тепло и доброту родного дома И непременно поступать придем Когда закончат наши дети школу Наш Иса, любимый институт Тебя не подведем и не забудем Спасибо за терпение и труд С днем рождения, родной институт С днем рождения, родной институт Долгих лет тебе новых свершений Пусть за нами другие придут Иса, это связь поколений С днем рождения, родной институт Долгих лет тебе новых свершений Пусть за нами другие придут Иса, это связь поколений Пусть за нами другие придут Иса, это связь поколений С днем рождения, родной институт Иса, это связь поколений С днем рождения, родной институт Иса, это связь поколений С днем рождения, родной институт Иса, родной институт Иса, родной институт